Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем исследование псалтирии. Сегодня мы будем читать 131-й псалом. Это псалом из группы псалмов с надписанием песни степеней или песни ступеней. И он начинается словами, которые я часто произношу. Вспоминает царя Давида. Помяни Господи Давида и всю кротость его. Это по церковно-славянски. Вспомни Господи Давида и всю кротость его. В понимании златоуста имеется в виду, что мы Давида вспоминаем как символ благочестия и благоугодности. Как символ благочестия и благоугодности. То есть это пример жизни друга Божия. Именно так называется Давид. Пример жизни человека, которым сказано, что он был по сердцу Богу. То есть он был приятен Богу, этот человек, во всех своих отношениях. Ну, конечно, за исключением тех падений, которые он по человеческой слабости переживал. Вспомни Господи Давида и всю кротость его. Как он клялся Господу, обещался Богу Якову. С еврейского это будет. Помяни Господи Давиду все его, все его бедственное, то есть все переживания его, которые он скротостью переносил. Как он клялся Господу, дал обет могучему Якову. Могучему Якову. И далее, как бы, текст этого обета. Не войду в жилище дом мой. По-славянски селение дому моего. Не войду на одр мой, не дам сна глазам моим и дремания векам моим, и покоя вискам, по-славянски скранимо, скранимо, вискам моим. Давайте посмотрим, как это с еврейского. Если сон дам глазам моим, моим векам дремату, здесь как бы немножко несовпадение, но мы придержимся все-таки больше саптуагенты, вискам моим, пока не найду место Господу, жилище Богу Якова. О чем это? Имеется в виду забота Давида о построении храма. То, что описывается во второй книге царей, 7 глава, с 1 по 3 стих, и 1 параллепоминона, 17-13. Давид не чувствовал себя спокойно, понимая, что дом Божий не построен, и как я могу это пережить? Я не могу спокойно отдыхать, не дам сна глазам моим, и дремания векам моим, и покоя вискам моим, пока не найду место Господу, жилище Богу Якова. И надо сказать, что это место он нашел. То есть он нашел место, эту гору Мария в Иерусалиме, но он не построил храма по тем причинам, что он много воевал и пролил много крови. Но все его помыслы были связаны с этим святым местом. И мы читаем 6 стиха ниже. Вот мы слышали, что оно, то есть то, что относится к селению, в Эфрате, Эфрате, Эфрафе — это Вифлеем, это то, что относится к рождению Спасителя, нашли его в полях Дубравы, имеется в виду Вертеп, где родился Христос, по Афанасию Великому. А войдем в селение его, то есть церковь — это селение Христа, поклонимся месту, где стояли ноги его. То есть здесь происходит перенос ветхозаветных чайней Давида по поводу построения храма на первое пришествие Христа. «Встань, Господи, на место покоя Твоего». По-славянски «в покой». «Встань, Господи, на место покоя Твоего». «Ты и кивот святыни Твоей». Здесь опять перенос идет на ветхозаветные времена, потому что Давид очень беспокоился по поводу ковчега завета, кивота святыни Твоей. Он хотел, чтобы храм был построен, и ковчег занял бы подобающее ему место в храме. «Священники Твои облекутся правдой, и преподобные Твои возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отвергни лица помазанника Твоего». О чем это? По-славянски «не отврати», не просто «не отвергни», «не отврати лица помазанника Твоего». То есть ради Давида и потомства Его, и прежде всего Христос. Почтен славой. «Клялся Господь Давиду истинно и не отречется от нее». То есть от этой клятвы. «От плода чрева Твоего посажу на престоле Твоем». А Христос и есть «от плода чрева Давида», как и начинается Евангелие от Матфея, родословие Иисуса Христа, сына Давидова. «Если сохранят сыны Твои завет мой, и сие откровения мои, которым я научу их, то и сыны их до века будут сидеть на престоле Твоем». Вот как раз сыны-то не сохранят. Уже Соломон, сын Давида, уклонится, верный заветам Божьим, а рвам расколет народ Божий. А во Христе это исполнилось. И как потомок Давида он восседает на небесах. Потомок Давида по плоти, по человечеству, не по божеству. «Ибо избрал Господь Сион и возжелал его в жилище себе, возжелал, то есть предпочел другим местам, как бы выбрал из всех гор, 67-17, Псалтырь, по-славянски, из воли, из воли, то есть избрал в жилище себе. Это покой мой, век века. Здесь поселюсь, ибо я возлюбил его». И Третье Царство, 8-13, так говорил Господь Соломону при освящении храма. И эти слова в этом Псалме. На самом деле, теперь это относится к церкви. Господь возлюбил церковь свою. «Пищу, лавитву по-славянски». Лавитву по-славянски. Феодорит и Золтоуст как бы имеют в виду трапезу, стол. А стол — это эвфемизм как бы разных типов пищи. А у Феодорита подам обилие всех благ. То есть не просто пища, то есть трапеза, стол. В нашем христианском прочтении мессианский пир, евхаристическая трапеза. «Пищу его умножу и благословлю». То есть по-славянски «благословляю, благословлю». То есть трапеза, евхаристическая — это особое благословение, как бы благословение на благословение. «Нищих его насыщу хлебом». Христос сам о себе говорит, что он есть хлеб, сошедший с небес, и мы евхаристически это распознаем и переживаем эти его слова. «Священников его облеку во спасение». То есть новозаветные священники через евхаристическую трапезу реально будут причащать людей в оставлении грехов в жизнь вечную и преподобные его радостью возрадуются. То есть это связано больше как бы с временами церкви, и 17 стих. «Там возвращу рог Давиду». Рог — это сила, власть. Но имеется в виду спаситель, который произойдет от Давида. Так пояснено Захарию. Смотрите, Евангелие от Луки 1, 69. Поэтому там возвращу рог Давиду, то есть подлинная слава рода Давида во Христе, в главном потомке Давида. «Приготовил я светильник, помазанному моему». Помазанному моему. Помните, как сказано 1, 79 от Луки, «Сидящих во тьме, и сенесмертный, свет великий просиял». Поэтому «Приготовил я светильник, помазанному моему». Это явление Христа. А светильник — это начало проповеди Евангелия. «Врагов его покроют стыдом». Это противники Христа. А на нем процветет святыня. Процветет святыня. Феодорит пишет. «Церковь по всей земле и на море. От Христа приемлющие источники освящения, верующие везде». «А на нем процветет святыня моя». Моя. Здесь смысл, что церковь, которая процветет по всему миру, это его церковь. Как сказано, я создам церковь мою. А здесь моя. «Я врагов его покрою стыдом Христа, а на нем процветет святыня, на нем как бы из его тела. А когда копьем ударили в его тело, истекла вода — символ крещения, и кровь — символ Евхаристии. Это основание церковной жизни. А на нем процветет святыня моя». То есть Божья церковь.